Департамент экологии Кусанайской области уже почти год участвует в судебных процессах по банкротству ТО Касхимволокно. Верховный суд отменил постановление местных инстанций, провели дополнительно еще несколько заседаний. В итоге предприятие банкротом так и не признали. Тогда ТО Шаруа, которая хранит у себя высокотоксичные яды Касхимволокна, выступила с предложением, пусть отходы утилизирует департамент экологии. Так как мы госорган, мы не имеем права, потому что, во-первых, у нас нет лицензии на захоронение данных видов отходов. Во-вторых, мы являемся госорганом, который не имеет денежных средств. Как утверждают в Управлении по мобилизационной подготовке, нахождение в черте города 123 тонн химических отходов первого и второго класса опасности представляет угрозу, в первую очередь, для населения. С 2010 года Управление и ТО Шаруа пытаются решить эту проблему. Писали даже письма производителям этого сырья. Это сырье китайского производства, два вида, два вида немецких. Мы нашли эти фирмы, кто производил их, обращались с просьбой. Может, заберете на переработку просроченный срок, но может что-то получится. Они категорично отвергли это дело. Тогда решили пойти другим путем. Акимат Куснайской области обратился в суд. Власти требуют признать химические отходы безхозяйными. 14 ноября состоялось первое заседание. Фемида удовлетворила искобы лакемата частично. 108 тонн высокотоксичных ядов признали безхозяйными. А судьба остатков, это 15200 килограммов химических веществ, решится в городском суде 30 ноября. При положительном результате власти смогут перевести их безхозяйное сырье в коммунальную собственность. Тогда у местного бюджета появляется возможность решить этот вопрос в кратчайшие сроки и снять эту угрозу с населения нашего города. Юридическое право. Юридическое право, да. Взять коммунальную собственность, выделить деньги на утилизацию и утилизировать их. Утилизацией высокотоксичных ядов ТОК с химволокном возможно будет заниматься карагандинской компанией экологический мониторинг. Предприятие, как отмечают специалисты, имеет две печи высокотемпературного режима. В них и планируют сжечь химический отход. Пока идут переговоры. Это единственное верное решение, говорит Вячеслав Милевич. Стоит отметить, этим вопросом заинтересовались и мажористмены. Я вот приеду, сразу буду этот вопрос докладывать на комитете по вопросам экологии. Мы, наверное, пригласим замминистра, отвечающего за эти вопросы, еще кого-то. И проведем этот вопрос. И на контроле будем обязательно держать. По оценкам экспертов, утилизация химических отходов к химволокна обойдется областному бюджету в кругленькую сумму. Но пока эту цифру называют ориентировочной. Примерно 29 или 30 миллионов тенге. Павел Жан Ержанов, Артем Грапов, РТН.